В Тверской области с 18 января началась массовая вакцинация населения. На сегодняшний день привились от коронавирусной инфекции более трех тысяч жителей Верхней Волжья. В связи с расширением масштаба кампаний на территории региона откроются дополнительные прививочные пункты. О том, где можно будет привиться, а также что стоит учитывать, подписываясь на вакцинацию, и почему привитым нужно все равно носить маски в общественных местах, расскажем прямо сейчас. Согласно данным, за два дня массовые прививочные кампании, которая стартовала 18 января по всей России, привились от новой коронавирусной инфекции 755 жителей Тверской области. На сегодняшний день в регионе работают несколько прививочных кабинетов. Это при городских поликлиниках номер 1 и 7, больнице скорой медицинской помощи, областной клинической больницы, при центре имени Аваева, Вышневолодской, Киморской и Ржевской центральных районных больницах. Желающих вакцинироваться от коронавируса становится больше с каждым днем. Записаться на вакцинацию можно по телефону, либо с 31 января через электронную регистратуру. Очереди в прививочный кабинет, несмотря на большой поток желающих, 1-й городской больнице наша съемочная группа не обнаружила. В коридоре всего несколько пациентов готовятся к уколу после осмотра терапевта, где им мерят температуру, давление, сатурацию и проводят опросы о состоянии здоровья. Раиса Пархоменко собирается в прививочный кабинет. Женщина работает в твере услуг и после недолгих сомнений решила привиться. Вакцина «Спутник Ви» предполагает двухразовое введение. Первый компонент, а через 21 день – второй. Одно из противопоказаний к прививке и к первой, и к второй – это ОРВИ. Медики предупреждают, что после первой вакцинации не стоит бросать защитные маски под ноги, а наоборот, в этот период беречься вдвойне. Если не повезло заболеть, то вторую вакцинацию придется отложить. Если между первой вакциной и второй прививкой человек заболевает, к примеру, острой респираторной вирусной инфекцией, то второй компонент вводится в кратчайшие сроки после выздоровления. О случаях инфицирования COVID-19 после введения первого компонента в области не зарегистрировано. Но в таком случае необходимости во втором уже нет. Тем, кто переболел коронавирусом, советуют пока воздержаться. Из общего числа привитых полный цикл прошли примерно 800 человек. Но и им все равно рекомендуется продолжать носить маски. Защитный иммунитет формируется лишь к 42 дню после введения первого компонента при обязательном условии введения второго. Но даже это не исключает необходимости использования медицинской маски, так как вакцинированный человек на непродолжительное время может становиться источником инфекции, проконтактировав с больным коронавирусом. Сам он не заболеет, так как у него будет иметься иммунитет. С начала прививочной кампании удалось привить более 3000 жителей региона. В общей сложности Тверская область получила 19 тысяч доз спутников. Со стороны региона должна быть подготовлена необходимая инфраструктура в муниципалитетах. Сейчас это вопрос жизни и защиты наших людей от инфекции, подчеркнул глава региона Игорь Руденя. В ближайшее время планируется наладить работу в прививочных кабинетах в районах ЦРБ, а также в 6-й городской больнице Двери, клинической больнице РЖД медицины и санчасти МВД. Записаться на вакцинацию можно также по телефону или через электронную регистратуру. Рассматривается вопрос запятий через госуслуги. Приходить на прививку нужно, имея при себе паспорт, полис и СНИЛС. Стоять в очереди в регистратуру не нужно. Продолжение следует...